Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, неожиданно поделился со своими сторонниками философскими размышлениями о жизни и о будущем. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Приводим текст обращения политика в оригинале. «Несколько дней назад важный в моей жизни человек спросил меня, знаю ли я точно свой путь, не бросаюсь ли из крайности в крайность, не руководствуюсь ли эмоциями и личными амбициями, жаждой реванша и инстинктами захватчика, не засосет ли меня эта трясина и вообще куда я двигаюсь и какие у меня планы. Я хочу ответить этому человеку и сказать всем остальным. Меня часто спрашивают, что мы делаем и чего собираемся достичь. Дело в том, что я всю жизнь был ориентирован на результат. Я не политический обозреватель и не говорящая голова. Везде, где бы я ни работал, я работал на результат, на то, чтобы менять жизнь людей, менять жизнь вокруг себя и менять жизнь страны или стран. Во многом в жизни я достиг успеха, но этот пост не о прошлом, а о будущем. Я принял предложение президента Зеленского стать главой Нацсовета реформ. Я хочу помочь ему и помочь Украине, поэтому у нас абсолютно конкретные планы и для тех, кто спрашивает, почему нет реформ, отвечаю. Мы не исполнительный орган, но мы генератор идей. Мы собрали очень хороших людей и мы будем двигаться вперед. На этой неделе я заканчиваю концепцию относительно судебной реформы. Свои предложения я буду представлять президенту и Национальному Совету реформ, а также общественности для широкого обсуждения. Мы подготовили кодекс недропользования, чтобы покончить с коррупцией в этой области. Мы постоянно работаем с бизнесом, будем продолжать проталкивать налог на выведенный капитал, несмотря на яростное сопротивление. Мы работаем над конкретными случаями притеснений бизнеса, чтобы препятствовать лоббированию коррупционных интересов. Мы предлагаем исчерпывающую реформу ДАБИ, которая вообще исключит коррупцию в строительной отрасли и создаст систему еще более лучшую, чем я в свое время создал в Грузии. По просьбе президента мы подготовили исчерпывающую программу таможенных реформ и не только программу. Мы готовы взяться за это и непосредственно осуществить эту таможенную реформу, навсегда покончив с коррупцией и унижением граждан, которые с ней контактируют. Во многих вопросах у нас есть конструктивное сотрудничество с правительством, но, конечно, результаты очень далеки от того, что мы хотели бы увидеть. Вот то, что мы делаем. В целом, вы должны знать, у меня большие планы и по Украине, и по Грузии. Я за большую трансформацию. Я не верю в полшага и не верю в процесс. Я верю только в результат процесса. Этой осенью я готовлюсь к решающему рывку в Грузии. Мы закончим унижение моей родины Грузии и уничтожение моего народа ставленником России, олигархом Иванишвили. И вернем грузинскую государственность на быстрые рельсы развития, даже если мне лично придется заплатить за это высокую цену. Да, я борюсь и в Украине, и в Грузии. Да, я не претендую на высокие должности ни в одной стране. Но я точно знаю, что я являюсь региональным лидером и для многих связан с надеждой на улучшения и реформы. И этих людей я не подведу, что бы ни произошло и чего бы мне это не стоило. Каковы бы ни были трудности, я никогда, никогда, никогда не сдаюсь и не опускаю руки ни в общественно-политической, ни в личной жизни. И так передо мной много преград и много разочарований. Так, все не так, как хотелось бы. Но одновременно я точно знаю, что на всех фронтах нас ждут великие дела и большие успехи на благо наших стран и на благо людей, которые для меня очень-очень важны, для которых я живу и собираюсь жить всю жизнь. Все, что я буду делать, я буду делать с любовью, ради любви и ради вещей, которые гораздо выше нас, наших стран и наших потрясающих граждан. Я уверен, что не только я рожден для побед, но и Украина, и Грузия рождены для побед. Мои соратники и близкие мне люди рождены для победы. Это и есть мой путь. Присоединяйтесь. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отгребает после заявлений Саакашвили по Грузии. Также Кулеба отметил, что Саакашвили в своих высказываниях о ситуации в Грузии не отражает позицию Украины. Позиция МИД по этому вопросу максимально четкая, она официально задекларирована. Господин Михаил Саакашвили является частным лицом в своих комментариях о ситуации в Грузии, не представляет позицию Украины, приводят в СМИ его слова. Он отметил, что в целом ситуация вокруг высказываний Саакашвили вызывает сожаление. Ранее украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. Саакашвили в видеообращении к своим сторонникам заявлял, что не признает законным нынешние грузинские власти. Центральная избирательная комиссия Беларуси 14 июля провела заседание, на котором рассматривалась регистрация кандидатов в президенты. Напомним, к сбору подписей допустили 15 инициативных групп, но только 7 из них претендовали на регистрацию. Ранее ЦИК признала, что более 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатов, собрали инициативные группы. Александра Лукашенко, действующего главы государства, Виктора Бабарико, бывшего руководителя Белгазпромбанка, Андрея Дмитриева, председателя компании «Говори правду», Анны Конопадской, бывшего депутата Палаты представителей, Светланы Тихановской, жены заключенного блогера Сергея Тихановского, Сергея Черечня, председателя Белорусской социал-демократической партии. Также сдала более 100 тысяч подписей инициативная группа бывшего руководителя парка высоких технологий Валерия Цепкало, но ЦИК отклонила более половины подписанных листов, осталось менее 100 тысяч подписей. Штабь Цепкало считал отстранение подписных листов безосновательным. Заседание началось с официальной части, представители областных избирательных комиссий рассказали о количестве сданных и принятых подписей. Первым из потенциальных кандидатов рассматривался вопрос Виктора Бабарико. В декларации о доходах Бабарико есть всего лишь три несоответствия, где он уменьшил доход на 65 долларов, где-то на 95 евро, рассказала Лидия Ермошина. Это не влияло на факт регистрации, по ее словам, все это незначительная ошибка с учетом его годового дохода. И сразу же глава ЦИК рассказала, что в декларации Бабарико не отражены материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от подконтрольных структур. Лидия Ермошина зачитала бумаги из силовых структур, сказала про приват-лизинг, правовой диалог, офшоры и организованную преступную группу. Также зачитала о выводе средств на Кипр, Литву и Латвию. Я могу только пошутить, взятки-то в налоговых декларациях не отражаются. В итоге Виктору Бабарико было предложено отказать в регистрации на основании полученной иностранной финансовой помощи. Несмотря на то, что адвокат штаба Бабарико заявил, что данные проводимого следствия не могут быть основанием для отказа в регистрации, поскольку эти обвинения еще не признаны судом, Ермошина предложила поставить вопрос о нерегистрации Виктора Бабарико на голосование. Решение было принято единогласно. Напомним, правозащитники признали 25 человек политзаключенными. Среди них экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и руководитель его инициативной группы сын Эдуард. Бабарико попал в заключение 18 июня, когда отвозил в комиссии собранные за себя подписи. Неожиданному выходцу из банковской элиты удалось собрать огромное число автографов, за себя более 425 тысяч подписей было собрано в его поддержку. 365 тысяч подписей были переданы на проверку, из них почти 200 тысяч отбраковали. На днях штаб Виктора Бабарико получил ответ из ЦИК на свою жалобу по поводу проверки почти 200 тысяч подписей, которые не были приняты. Виктор Бабарико находится в СИЗО по экономическим статьям, адвокаты не могут их комментировать и даже называть. Официальных сообщений о том, из-за чего задержан экс-банкир, пока нет. Далее избирательная комиссия рассматривала вопросы регистрации Цепкало. По нашей оценке, более 50 тысяч подписей были признаны недействительными на основании некоего исследования Комитета судебных экспертиз, которое не имеет никакой юридической силы. По нашему мнению, для отказа в регистрации Валерию Цепкало нет никакой правовой основы. «У меня все», – заявил представитель штаба Цепкало. Однако ЦИК приняла решение не зарегистрировать Валерия Цепкало кандидатом в президенты. Общаясь с журналистами у входа в здание ЦИК, представитель штаба Бабарико Мария Колесникова эмоционально прокомментировала происходящее. Власть, несмотря на то, что альтернативные кандидаты находятся не на свободе и не могут вести избирательную деятельность, настолько слабы и испугались, что решили не допустить Виктора Бабарико к избирательному процессу. Сегодня в 16 часов будет расширенная пресс-конференция у нас в штабе, где мы расскажем о наших дальнейших действиях. ЦИК зарегистрировала Анну Конопадскую, но это ушло всего несколько минут. Конопадская поблагодарила Ермошину за регистрацию и высказала надежду на проведение выборов в соответствии с требованиями ОБСЕ. Также ЦИК зарегистрировала Андрея Дмитриева. Он воспользовался своим правом и выступил с речью, в которой призвал освободить политзаключенных. В обращении к ЦИК он сказал, что идет на выборы, так как Беларуси нужен новый президент. Дмитриев заявил, что хочет стать кандидатом солидарности, а также обратил внимание на хамское поведение властей в ситуации с коронавирусом. Дмитриев сказал, что Бабарико и Цепкало достойны регистрации и призвал освободить политзаключенных, а Ермошину попросил отозвать заявление на Сергея Тихановского. Кроме того, ЦИК зарегистрировала Сергея Черечня. Тот заявил, что у него нет слов по поводу происходящего. Рассматривая кандидатуру Светланы Тихановской, члены ЦИК, долго выясняли ситуацию по поводу ее декларации. Вопросы возникли к старинному дому, который приобрел ее муж Сергей Тихановский. И все же Ермошина предложила зарегистрировать Светлану Тихановскую, несмотря на существенные ошибки. Все проголосовали единогласно. Александр Лукашенко также стал кандидатом в президенты. В итоге комиссия утвердила текст, формат и фамилии претендентов. В бюллетне кандидаты по традиции будут размещены в алфавитном порядке. Всего их пятеро. Андрей Дмитриев, Анна Конопадская, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.